Добрый вечер. На Щелковском телевидении диалог о православии. Мы работаем в прямом эфире. Я традиционно приглашаю всех вас принять участие в передаче. Умейте со мной задавать вопросы православному священнику. Гость нашей студии, настоятель Никола Берликовского монастыря Игумен Евмений. Отец имени Добрый вечер. Добрый вечер. С постом вас. Да, с постом. Совсем скоро мы будем отмечать центральное событие человеческой истории. Это Рождество Христово. Сегодня предлагаю поговорить об этом празднике. Ну и начнем, наверное, с такого даже вопроса. А мог ли Христос не родиться? Ну да, здесь такими вопросами, которые, естественно, могут приходить в голову человеку, но который не вписывается в промысел Божий об этом мире. Мы можем много таких вопросов задать. А что было до того, как Господь сотворил Вселенную, человека, животный мир? И здесь нам известно очень мало, потому что наш разум не может вместить таких понятий, которые выходят за грань этого мира. То есть мы не можем, так сказать, апеллировать к таким вещам, которые мы даже сформулировать не можем в своем разуме. То есть что такое жизнь, божественная жизнь, которая вне времени? Как можно существовать вне времени? Так вот, Господь, конечно же, перед тем, как сотворил Вселенную, Он предвечный совет Божественной Троицы был. И, конечно же, уже тогда было все это промыслительно задумано Господом. И о человечении Его перед сотворением мира еще. И, конечно же, Господь не мог не родиться по Своей любви к роду человеческому, потому что вот этот предвечный совет, как нам святые отцы описывают, этот, можно сказать, диалог Святой Троицы, что сотворим человека по образу своему подобию, сказал Бог Отец. Дух Святой сказал, но Он же отпадет от нас. И тогда во грех впадет. И тогда Сын Человеческий, Господь Иисус Христос, Сын Божий, Сын Человеческий сказал, Я вочеловечусь и верну его опять в лоно Отче. То есть, вот так описывают святые отцы по откровениям Божьим. Такой вот как бы был еще перед существованием всей Вселенной. То есть, еще ничего не было сотворено, Господь уже тогда все это промыслил. То есть, заранее уже было известно, что человек вот так отпадет? Все было известно, конечно. Бог же, Он вне времени, поэтому Он сразу видит и будущее, и настоящее, и прошедшее. То есть, Он все это обозревал в мгновение ока. Все, так сказать, и конец времен, и начало времен. Но если размышлять отвлеченно от божественной премудрости, то, конечно же, Господь мог и не сотворить Вселенную, и не сотворить человека в ней. И Господь мог вообще... Господь по своему даже пониманию, что такое Бог, Он самодостаточен, Он самосовершенен. Ему ничего не требуется и не нужно, ничего ему. И некоторые также, вот еще один такой же вопрос, из этой же, так сказать, череды вопросов задают. А зачем Господь сотворил тогда Вселенную, человека? Вот зачем все это? Вот его страдания на кресте, ради чего все это, собственно, было затеяно? И здесь мы должны вспомнить, как Иоанн Богослов говорит о Боге. Бог есть любовь. А всякая любовь, она стремится изливаться на кого-либо. То есть, имеет свойство распространяться. Распространяться, изливаться, втягивать в лоно своей любви всех, кого бы то ни было. И если Святая Троица, любовь, они друг к другу, конечно, Бог Отец, Бог Сын, Бог Святой Дух. Конечно же, они объединяются любовью друг к другу. Но этого было им, можно сказать, так недостаточно. Это мы, опять же, говорим человеческими словами, человеческим пониманием, насколько мы можем вмещать эти понятия божественной сущности. Так вот, Господь сотворил всю эту Вселенную с венцом творения человека, чтобы изливать и на все эти творения божественные, в том числе и на человека, свою любовь. То есть, это, так сказать, каждому имеющему любовь внутри себя, это присуще. И любовь, она всегда жертвенна, всегда старается взять на себя тяготы какого-то любимого объекта человека в данной ситуации. И поэтому Господь не мог не прийти и не взять на себя тяготы рода человеческого, который погибал во грехах и который деградировал просто до уровня животных. На момент прихода Спасителя в этот мир, на момент его Рождества в этом мире, мы смотрим, как, это же была Римская империя, как существовали все слои, без исключения от бедных до богатых, до кесарей, от бедняков до кесаря, как они существовали. Это были развлечения убийством людей. Вот тот же Колизей, все эти вот ресталища и гладиаторские бои и прочее. То есть, люди убивали людей для того, чтобы другие просто оплачивали это. Как вот мы сейчас в кино ходим, они тогда ходили, смотрели на убийства живых людей. Или скармливали животным. То есть, уже вот настолько огрубело человеческое, так сказать, существо человеческое огрубело, что даже не было никакого сочувствия к погибающим людям на сцене. Наоборот, радовались, хлопали в ладоши и прочее. И было рабское, естественно, взаимоотношение рабов и рабовладельцев. То есть, рабовладельцы к рабам относились даже не как к животным, как к вещам. То есть, вообще не было любви между людьми. Был разрад страшнейший, это касалось и чрева в воде, когда перы продолжались много, даже не часов, а много дней. И чтобы освободить свое чрево для следующих порций еды, чтобы, так сказать, свои рецепторы усладить новыми кушаниями, были специальные урночки, специальные перышки, чтобы человек изблевывал все, что он вскушал до этого, за часы перед этим. Он это все извергал из себя и продолжал опять кушать. Потом опять то же самое повторялось и опять продолжали. То есть, до безумия доходили. То же самое и блудные, то же самое и садомские грехи присутствовали в Римской империи. То есть, падение естества человеческого, греховного, падение было даже, не знаю, куда уж ниже. И вот именно в этот момент Господь и родился в этот мир, чтобы вывести из этого греховного падения, из этой деградации полнейшие, и не только восстановить человеческое лицо человеку, из звериного, из животного состояния вывести, но и дать ему еще возможность стать равноангельским. Мы читаем Евангелие, Господь говорит, вы подобны ангелам, человек подобен ангелам. То есть, Господь поднимает нас из этой грязи греховной на небеса. Не для жизни плотской, а для жизни небесной. Мы вот этим предвечным советом промыслительно устроены. То есть, в нас есть что-то, что мы даже и не знаем, и не чувствуем этого. Господь знает, что у нас есть, которое предназначено для жизни равноангельское царство небесное. И для этого Господь пришел в этот мир. И, конечно же, Он не мог не прийти. Видя такое падение, деградацию и, можно сказать, самоубийство рода человеческого, Господь не мог, любя род человеческий, который Он сотворил, не прийти. Да, и Господь нам показал такой путь, да, путь не богатства, не славы человеческой, а смирений, да. Вот именно по этому пути мы должны идти. Тоже, да, очень интересный такой вот момент, что как Господь пришел в этот мир и как Он в этом мире 33 года существовал. Ведь, смотрите, Господь, Он же всесилен. Он мог родиться не в семье бедняка Иосифа Вручника, зарабатывающего себе столярным мастерством, то есть Он плотник, столяр был, вот. А мог ведь сделать, чтобы Матерь Божия Богородица была в какой-нибудь царской семье. И тогда Он родился бы в царских хоромах. И тогда бы никто даже, не то, что там ничего там против Него, там пальцем там не подвинул, не то, что там Его убить там или плевать на Него, даже не дерзнули бы слово сказать. Сразу голову отсекали бы Его те охранники, которые царскую семью охраняют. Естественно, Его слово было бы как закон Римской империи, она распространялась до Индии. Здесь Африка, вся Европа, все было подчинено римским кесарям. Господь мог прийти и родиться от кесаря. Но только любили бы Его. Но, действительно, да. Что это повлекло бы за собой? Ненависть. И в любом случае никак не копирование и не подражание Ему, Христу. Поэтому Господь явился в очень смиренном семействе, бедном. И даже не в городе, не в жилище человеческом Он родился. А родился в пещере, которая называется вертепом, которым на праздник Рождества в храмах даже делают специально. Ставят туда овечек, осликов, телят и прочее. Это, действительно, все это происходило в Вифлееме. Этот город и сейчас есть. И то место, где эта пещерка сохранилась, у нее можно зайти, помолиться. У нее каждый день служится литургия. Эта пещерка прямо сохранена. И единственное, что она теперь накрыта храмом, который построила царица Елена. На этой пещерке храм был в IV веке построен, до сих пор сохранился этот храм. И, конечно, Господь этим путем своим, даже рождением своим в хлеву, можно сказать, среди животных. Там даже отопления никакого не было. Мы читаем из жизни Христа, что обогревал его своим дыханием животные. Ослик, телята. Они, когда Матерь Божья положила его на сено, укрыла там какой-то рогожкой, дышали на него. Потому что это зима. И если вы сейчас посмотрите, сколько градусов на улице в Иерусалиме, вы увидите, что там ночью-то до минусов может доходить. Ноль, минус один, где-то плюс пять, а днем плюс десять. То есть это холодно, достаточно было. И все это Господь промыслительно устроил для чего? Чтобы показать путь смирения. Даже если дальше смотреть, как Господь вошел для проповеди в Иерусалим. Он ведь въехал не на какой-то карете, не с каким-то там многой стражей и злобой. Могли бы на руках принести. На руках принести, да, на каких-то носилках. Нет, он въехал на ослике. И его сопровождали кто? Самые беднейшие слои народа израильского. Кто? Рыбаки. Которые не ученые были, не какие-то там князья, никто. Не священники. Которые, как мы видим, даже испугались. Да, Господи, выйди из моей лодки. Да, реакция апостола Петра, когда увидел он чудо ловли рыбы, 200 рыб. Они всю ночь проловили, ничего не поймали. Тут Господь сказал, брось. 200 рыб сразу еле вытащили. Полная лодка была. Что Петр сказал? В ужасе сказал, Господи, выйди из лодки, ибо я грешный человек. То есть мы видим, что Господь везде и всюду показывает смирение. В другом месте он говорит, что лисы имеют норы, а птицы небесные гнезда. А сын человеческий не знает, где голову свою преклонить. И это текст Евангелия. То есть это слова, дословные слова, которые сам Господь произнес. Удивительно, Бог, сотворивший человека, вселенную, ангелов и все миры, которые только нам известны. И которые нам неизвестны. Он избрал себе путь настолько смиренный, что просто диву даешься. И помните, когда Господа уже в ночь перед судом, распятием, в Гефсиманском саду пришли слуги первосвященника схватить. Апостол Петр выхватил нож, попытался защитить его. Даже как малху первосвященнику слуги ухо отрезал. Что Господь ему сказал? Неужели ты думаешь, что я сейчас не могу умолить Отца моего небесного, и он пришлет мне легион ангелов? Представляете, что может сделать легион ангелов с Иерусалимом? Да просто от него пыль останется. Ничего не будет. Ни людей, просто пустыня. Но как же, говорит, тогда совершится воля Божия? Это как раз о том, что предвечный совет, они постановили, что Господь пришел пострадать и спасти род человеческий, искупив его грехи своей кровью. И вот для этого он рождается. Мало того, следующее размышление, которое здесь тоже удивительно, когда соприкасаешься с этим мысленно, Господь, имевший естество нетварное, Бог, он ведь не сотворен, он из начала суть. Да, то есть он, даже начала нет у Бога, потому что он вне времени. Мы, люди, мы тварные существа. То есть Господь нас сотворил. И вот Господь принимает на себя свое творение, тварное естество принимает. Это поразительное смирение Божие, которое нам даже в голову не приходит. Ангелы были удивлены и, можно сказать, шокированы, если такими словами сегодняшние сказать, шокированы тем, что увидели Бога в человеческом естестве облеченного. Как это возможно? Это тот, на кого они взирать даже не смеют, ангелы. Настолько слава Божия велика. То есть здесь он вошел в человеческое естество. Что это значит? Это значит, что человеческое естество выше ангельских чинов превознес Господь этим своим вочивающим. То есть рождением своим в теле человеческом Господь поднял человеческое естество на уровень Святой Троицы. То есть он нас ввел в семью Бог-Отец, Бог-Сын, Бог-Святой Дух. Вопрос тоже такой, Наталья спрашивала. А Господь, Он принял на Себя греховность человеческую? То есть и Пресвятая Богородица, она же получается тоже, она же из рода человеческого. То есть были ли и на ней какие-то грехи? И как это Господь? Здесь, конечно же, Богородица, конечно же, естество имело человеческое, то есть, естественно, с грехами, как и ее родители Иакима Иоанна. Но Господь, вот тем, что Он родился от Духа Святого, то есть, само зачатие Господа произошло удивительным образом. То есть, был нарушен здесь закон естества человеческого, и зачала Богородица, будучи девственницей, не имея, так сказать, человеческого родителя, отца не имея по плоти. То есть, здесь Дух Святой нашел на Пресвятую Богородицу, и таким образом в ее чреве зародился Господь Иисус Христос, Сын Божий. Опять же, объяснить это человеческими какими-то... То есть, для нас это тяжело вообще все понять. Это невозможно даже, то есть, наш человеческий разум, он имеет очень маленький объем для того, чтобы это все вместить в себя. Это все равно, чтобы в стакан воды влить бочку. Как? Это невозможно. А тут даже не бочка, тут и даже не океан, тут Вселенная больше. Господь больше Вселенной, ибо Творец Вселенной, которая не имеет границ, сам, значит, еще более великий. И как это все происходило, мы не можем это объяснить. Это только вот божественное, так сказать, чудо. А Господь, вот, может быть, здесь такой неправильный, некорректный вопрос, да? А Господь прочувствовал вот нашу борьбу человеческую, греховную, вот, как мы боремся, да, с страстями? И Господь тоже все это прочувствовал? Ну, Господь, конечно же, не боролся со страстями, то есть, с теми греховными страстями, которые у нас есть. Он боролся только с естественными страстями, то есть, это голод, это холод, это жажда, это усталость. То есть, то, что, естественно, принадлежит человеческому естеству, вот с этим он, конечно же, это все прочувствовал. А страсти, он вначале сразу все, когда, да? Страсти были, да. Когда нас это наканчивали? Изначально, да, при его вочеловечении страсти естества человеческого были сожжены. И в пустыне еще, наверное, когда к нему стана. В пустыне, опять же, это не страсти были, а искушение бесовское. То есть, бес подошел и стал ему предлагать, так сказать, сотворить различные греховные деяния. И это тоже Господь прочувствовал и тоже отсек сразу же. И поэтому он, все, что мы чувствуем, то есть, мы тоже чувствуем бесовские нападки. То есть, с теми же предложениями, что стана подходила к Господу, да? Он и к нам подходит, сатана, все с теми же, да. Предложения еще его годи, хлеб, да, камни, приводи хлеб, покушай, ты же проголодался. Все царство мира тебе. Да, это, значит, тщеславие, гордость, властолюбие, это все тоже было предложено. И гордость в высшей степени, это вот поднимись, давай сейчас тебе на храм, на крышу храма был поставлен Господь, бросься вниз, и тебя ангелы подхватят, ты же сын Божий, да? Это гордыня в высшей степени. То есть, вот эти все качества, так сказать, искушений бесовских, они нам присущи. Также к нам бес подходит и с властолюбием, с гордостью, с тщеславием, с чревоугодием, и еще с прочими различными составляющими этих страстей. Поэтому Господь все это знает и знал заранее, во что мы, так сказать, впадем, во своем немощи. И поэтому пришел, чтобы это у нас избавить. И поэтому, когда мы принимаем Его кровь и тело Христового в таинстве причастия, они пожигают внутри нас эти страсти, эти грехи. Как там это все было при зачатии Господа, да, при Благовещении Богородицы. Все сожжено в утробе, все эти страсти. То есть, в естестве человеческом, которым облегся Господь Иисус Христос, не было страстей. Все было пожжено благодатью Божественной. Также и в таинстве причастия это же происходит с нами каждый раз, когда мы причащаемся. Но наша немощь... И если мы достойны, да, не в осуждении, ведь, как мы видим... Конечно, в любом случае, да. И Иуда тоже причастился, и тем не менее он пошел... Естественно, если мы достойно причащаемся, что значит достойно? С покаянием. Не с гордостью, тем более не без благоговения вообще, да, пойдем что-нибудь там как-то, что там надо делать, да, то есть даже необдуманно некоторые делают это. Это страшное таинство, это огонь, который, как, может, благодатный огонь, он может осветить и очистить, так если этот же огонь безблагоговейно, неблагоговейно принимаешь, то он может обжечь так, что человек просто погибнет, как Иуда, например, был обожжен. То есть вот это первое причастие, когда Господь давал всем хлеб и вино, тело и кровь свою. Вот Иуда это принял. И что, к чему это привело? К тому, что он пошел и предал Господа. Да, ну а покаяние, если коротко, что это такое с покаянием, да, это изменение, принятие своей неправоты, то есть мы, вот, да, если так... Признание своей неправоты, да. Признание своей неправоты, да. То есть мы-то в любом случае во всех поступках обвиняем других людей, а здесь мы, получается, всю вину берем на себя, что это именно вот наша вина. Ну, не люди виноваты, а я сам лично виноват в том, что со мной происходит. Все мои, ну, как святыецы учат нас, если с тобой произошло что-то нехорошее, вини во всем себя и будешь прав. То есть вот такая аксиома. И, да, и следующая, да, аксиома, что вини во всем себя, будешь прав, и тогда найдешь покой. Почему найдешь покой? Потому что после того, как ты себя обвинишь, ты придешь к Господу, а Господь сам говорит, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, чем обременен ты будешь, стыдом своих поступков, и я успокою вас. То есть и тогда покой мы находим. То есть вот такая, как бы по таким ступенькам лестницы мы восходим к покою духовному, данному только Господу. Только Господь может даровать покой. А человек, который безблагодатен, он пуст, он все время беспокоен, он все время гонится за какими-то фантазиями, какими-то морковками, и так и не достигает их в течение всей жизни, еще и после смерти страдает и мучается. Потому что не собрал того, для чего ему здесь временно выделена эта жизнь. Для собирания благодати Божией, для обожествления. То есть через Рождество Христово мы все стали богами, если мы хотим этого. Если же мы не хотим стать Богом... Ну, Бог, мы с маленькой буквы. Ну, мы все братья и сестры Господа. Если сам Господь Бог, то и мы братья и сестры Его, то есть и мы боги. Это и в Ветхом Завете будете боги. Да, ну для нас мысль такая... Мы не сможем справиться с такой мысль. Если мы тоже не можем вместить. Вместить, да. Совершенно правильно. Нам вот лучше в покаянии пребывать. Да, это спасительно. Да, и вот это мысль, конечно, для нас. Потому что ведь каждый человек фактически должен понять, что то, что мы все время всех обвиняем в любом поступке, это неправильно. То есть всегда нужно начинать с себя. Что да, вот да, не от себя, а к себе надо в данном случае. Мы к себе-то все плотское притягиваем, да, вот это мое, вот это мне. А все духовное мы, наоборот, отталкиваем. Да, зачем молиться, зачем поститься, зачем самого себя критиковать, обвинять. Вот это все отталкиваем. Надо поменять эту политику. То есть, наоборот, плотское все отталкивать от себя, а духовное, наоборот, все к себе притягивать. А где я ошибся? А почему так вот произошло? Что сделать, как справиться мне с этой дурной привычкой, с этой страстью, как очистить себя от тех грехов. То есть вот это к себе приблизить, а плотской, наоборот, отодвинуть. Потому что оно иначе все, так сказать, с ног на голову поставлено. Мы живем для того, чтобы стать духовными, а не плотскими. Плотской человек рождается. И вместе с телом начинает расти его душа. И в определенный момент человек становится уже и внутренне, так сказать, созревающим. И внутри у него появляется определенное пространство жизненное. Ну, если там 14-15 лет, вот этот переломный возраст у детей, когда они еще не взрослые, но уже и не дети, и когда они уже вдруг раз и закрылись от родителей. До этого были открыты совершенно, всем делились, все, так сказать, было наружу, все видно было. А потом, оп, а что с ним происходит? И родители его, вот это вот общение, ниточку вдруг потеряли. Это что? Это как раз вот вдруг ребенок понял, что он не ребенок, а что у него внутри свое пространство, которое он может спрятать от всех и вся, в том числе от родителей. И вот это и есть рост внутренней души. И если эта душа не будет наполнена, то есть если она будет пуста, то не получится счастливой жизни. Как если тело мы не будем правильно, так сказать, наполнять различными учениями, различными, в том числе и пищей, иногда лекарства требуются, иногда какие-то навыки требуются. То есть мы телу все это даем, иначе тело начинает тоже страдать. Вот то же самое и душе. Нужен такой же уход, а то и более серьезный, потому что там пространство для наполнения огромное. По сравнению с телом несравнимо огромное. Если Господь говорит, что весь мир не стоит одной души человеческой, весь мир, то представляете, каково пространство души, как оно огромное, если даже этот мир там теряется на фоне одной души человеческой по ценности. Да, я вернусь к нашей неправоте. Многие, наверное, зрители посмотрят, скажут, не согласятся с нами, скажут о смирении, какое оно смирение, когда действительно по факту человек виноват, ушел из семьи или еще что-то. Но в первую очередь нужно понять, что это прощение даже людей, оно нужно в первую очередь для самого человека. Мы, вот опять здесь некоторая зацикленность. Мы зацикливаемся на чем? На боли. Ну вот человек ушел от меня. Мне это больно, мне это плохо. И вот это больно и плохо я переношу на кого? На внешнего человека. Какой он нехороший. Он мне принес боль. Он мне сделал плохо. Такой-сякой. Или он ушел от меня там из семьи. Или он обокрал. Или он там, не знаю, ударил. Или он оскорбил. Или еще там. Да, или на работе кто-то что-то не так сказал. На работе. То есть все эти моменты можно свести к одному факту. То есть мне сделали плохо. Мне больно сделали. И вот все они плохие. Они же сделали мне плохо. И вот эта боль, самое интересное, она сжигает самого человека. Тот, который как будто причинил. Он, может быть, уже и забыл. А этот человек, он и молиться-то не сможет. Потому что этот образ человека будет стоять перед ним. Он не сможет. У него внутри, есть такое даже специальное название этой страсти, злопамятство. У него внутри это все зафиксировалось. Он четко запомнил, что вот этот человек мне сделал. И будет вспомнить всю жизнь. Если человек не по-христиански живет. И всю жизнь эта мысль, потихонечку из силы в силу восходящая, приведет вообще к умопомрачению. То есть эта идея фикс начнется уже. Это просто мысль перерастет в навязчивую идею такую, которая там может привести или к комплексам каким-то психическим, или к ненависти, вражде и мести этому человеку. Или человек может сделать такие глобальные выводы, значит, на всех переложить. Все люди таковые. Вот если вот этот меня оскорбил, то значит, и все, человечество такое плохое. Ну и как правило, да, по цепочке идет. Кто-то кого-то обидел, а этот человек, да, следующего там толкнул. Ну и пошел процесс, все такие нехорошие, плохие. И это приводит к чему? К тому, что внутри человек закрывается, он получается, значит, я один, значит, все против меня, значит, здесь как же жить-то? И тут можно даже до самоубийства дойти, если дальше развивать эту цепочку мыслей. В уныние точно впадает человек от этого. То есть, первое, он не хочет простить, потом он делает выводы, что, значит, меня не любят, и, значит, все против меня. Следующий шаг в этой логической цепочке – это уныние. А уныние, оно близко уже к отчаянию и, там, полностью на самоубийстве. То есть, мы вот эту цепочку должны на самом начале разорвать. То есть, как только мне кто-то что-то плохое сделал, надо, вопреки человеческим привычкам и человеческим, так сказать, учениям, мы должны сказать, слава Богу, Господи, благодарю Тебя за то, что Ты мне сейчас дал горькое лекарство. Да, неприятно, но когда Вы пьете какое-нибудь там лекарство от гриппа там или от кашля, оно ничего, приятное, что ли? Нет. Они горькие, они противные. Но Вы же пьете. Кроме того, это урок для Тебя, как не надо поступать, да, с другими людьми? Во-первых, вот если ты начнешь через силу, это же не хочется, там, как это так, меня хорошего, белого, пушистого, так обидели, а ты вдруг благодаришь. Вот меняется совершенно на 180 градусов направление размышлений, понимаете? Мы внутри себя изменяем ход наших мыслей. Если я благодарю, значит, это для меня полезно. Если это для меня полезно, в чем польза этого? Начинаем искать. В чем же польза? Польза в чем? То есть мне человек принес какое-то болезненное состояние, значит, ну, я вот здесь привожу аналогию с больницей, скальпелем. Делают болезненное состояние? Делают. Уколом? Делают. Лекарствами? Делают. Для чего? Для исцеления. И если мы верим в Бога и читаем в Евангелии, что волосы на главе Вашей сочтены, ни один из них не упадет без воли моей, да, Божьей воли, то тогда этот человек является лишь скальпелем или укольчиком или горьким лекарством для того, чтобы меня вылечить. И тогда я, значит, врача, который держит этого человека в своих руках и дает ему меня уколоть там или обрезать, или там накормить какой-то горечью, я врача должен поблагодарить. А лечить нас надо много от чего, ведь на самом деле, если так у человека... А страстей в нас кипит, кишмя, кишмя. Сколько мы сами согрешаем. Да, и эти страсти лечатся вот только таким методом. Ну, вот представьте, если каждую страсть, ну, можно, так сказать, представить как раковую опухоль. Вот есть раковая опухоль, называемая чревоугодием, есть раковая опухоль, называемая там гордыней, тщеславием или какими-то другими там блудными там или, не знаю, сребролюбивыми или волстолюбивыми или еще какими-то множествами этих раковых опухолей в душе нашей находятся. Это сколько же уколов и надрезов надо сделать, чтобы выпустить этот гной из нашей души. Как еще оттуда эту грязь Господь может вычистить? Только таким образом. Но, конечно же, это все невозможно, так сказать, непредставимо исцеление от этих всех страстей без обожествления, без вот этой благодати Божией через таинство и исповеди причастия. То есть мало того, что надо потерпеть уколы и надрезы от Бога посланные, но надо еще и принять лекарства духовные и исповедь причастия, чтобы все пришло в здравое состояние. Да, вот у нас вопрос по теме сейчас позвонили, но не решились позвонить в эфир, просили, чтобы я задала. Молодой человек звонил, вот его девушка ушла от него, бросила, ему сейчас очень плохо. Чем ему можно помочь? Вот, может быть, ему молитву почитать? Ну, в любом случае, надо понимать, что не все, так сказать, заканчивается, жизнь продолжается. И я так понимаю, если это молодой человек, то буквально, может быть, через месяц, через полгода, через год он встретит как раз того человека, с которым проведет всю жизнь. Единственное, что главное, мы должны в этой ситуации, мы должны понимать, что хорошего человека нам может послать только Господь. Сами, когда мы ищем без помощи Божьей, мы, как правило, находим, ну, не тех людей. А иногда и ищем-то не там. Кто-то ищет там в каких-то тусовках, там, на каких-то танцульках, там, еще чего-то. Вот, представьте, где можно найти пчеле мед? На цветах. Где муха находит свою пищу? В нечистотах всяких. Вот не надо быть мухой и летать в нечистоты, чтобы искать нектар и мед. Надо быть пчелой, понимаете? То есть, выбираете, где, в каких местах вы хотите найти себе спутника жизни. Это очень важно. И четко понимаете, что без молитвы к Господу, Господь сам говорит, без меня ничего доброго сделать не можете. В том числе, не можете создать каких-то отношений со своим, так сказать, будущим супругом или супругой. Невозможно без Божьей помощи это сделать. А если человек не молился, не просил у Господа, ну, конечно же, ему сатана может подсунуть кого угодно. И слава Богу, что вот это закончилось на этом этапе, что там, эта ошибка не зашла далеко, что не родились дети. Потом вдруг ребенок родился, а вы поняли, что вообще чужие люди разошлись, а ребенок-то тут при чем? И он будет страдать без отца или без матери жить, понимаете? Это же все очень сложные взаимоотношения между людьми. Поэтому здесь, я думаю, надо поблагодарить Господа, что вот это на данном этапе все разрешилось. Что Господь не допустил этой ошибки развиваться более глубоко и, конечно же, помолиться. И, конечно же, исповедствоваться причаститься. Поверьте мне, после исповеди причастия сразу легче станет. Помолитесь, тоже легче станет. А там Господь, Бог, и по вашим молитвам, Господь вам пошлет того человека, с которым вы проживете всю жизнь, счастливо и безбедно. То есть нужно ведь одного человека найти. Нам не нужно там десятки иметь знакомых и каких-то, так сказать, сожительств. Одного, которым можно доверить свою жительскую, свою жизнь, своих детей, все свое существование до смерти. Вот что вам просить. Да, кроме того, часто Господь выпускает такие ситуации, когда мы теряем то, к чему привязываемся. Ведь на самом деле, я уже неоднократно говорила, мне нравится, как святая цель, говорят о том, что единственная цель, с которой Господь создал человеческое сердце, чтобы оно любило Бога. И когда на место Бога в нашем сердце занимает какая-то вещь или человек, когда мы привязываемся слишком, то Господь это отнимает от нас, чтобы мы вернулись и поняли, что мы живем-то для Бога. Конечно. Опять же, возвращаясь к этой ситуации, молодой человек, которого покинула девушка, здесь очень ярко и просто это тоже объясняется. То есть, если он в этом, так сказать, своем чувстве к этому человеку, к этой девушке, забыл о Боге, забыл вообще о цели своей жизни, забыл о том, что, собственно, он в этом мире должен делать, Ну, конечно же, конечно же, Господь видит такую его увлеченность, не допустит его гибель, потому что нужно-то любить больше всего Господа, а потом уже жену или своего мужа и детей, но на первом месте Господь должен стоять. Поэтому старайтесь, вот я молодым людям обращаюсь, всегда душу свою оставлять Богу, а потом уже, там, девушке или парня и прочее, тогда не будет вот этих всех болезненных ситуаций. А так мы привязываемся, и опять же, слова старцев очень просто и ясно говорят, не хочешь страдать, не привязывайся ни к машине, ни к одеждам, ни к деньгам, ни к еде, ни к человеку, даже к этому миру не привязывайся, чтобы не страдать, потому что всякий, кто привязывается, все равно придется отдирать, и это будет боль. Да, какой смысл привязываться к тому, что скоро исчезнет твоя жизнь? Все равно отдерется так и так, либо вот таким, например, случаем, что ушел или ушла, либо там, какими-то обстоятельствами житейские, ну, например, там, болезнь и умер, там, или там, авария и скончался, или просто в ходе, естественно, так сказать, старения человек умирает, и опять все это разрывается, все эти связи, все эти контакты, поэтому прежде всего любим Бога, все остальное приложится, и жена, и дети, и работы, все остальное прикладывается к Богу, а без Бога это невозможно, счастливо, нажить себе, это надо помнить. Да, кому-то хочется человеку сказать, когда он привязывается к кому-то, говорит, я жить не могу, ну, миллион людей живут без этого человека, а ты как вот? И это тоже, да, логично и правильно. На самом деле, вот здесь можно даже еще такой момент сказать, что, скорее всего, этот человек любит больше свою фантазию, которую он проецировал на этого человека. Как бы два образа. Образ этого человека совместился с образом, который у него в голове. И вот этот двойной образ, он вдруг тот реальный человек ушел, а этот образ остался, и он продолжает любить этот образ. А человек говорит, да это не я, ты не меня любишь, а от того, чего он нафантазировал, и на меня наложил. И тому человеку даже трудно жить с этим проецируемым каждый день на него образом, который находится в голове этого человека. А этот образ, да, образ Христа, вот мы должны тоже это понять, что человек ограничен, он не может нам дать то, что каждый из нас, каждый из людей хочет, да, хочет любви. Хочет любви безграничной, но эта любовь только у Господа есть. Ну, без границы только Господь безграничен. Человек всякий, человек ограниченное естество имеет, и надо понимать, что мало того, что ограниченное естество у человека, оно еще и греховное, оно еще и немощное, и слабое. А про женщин-то, как апостол Павел говорит, женщины сосуды немощные, поэтому к ним надо относиться с особой осторожностью, бережностью. Поэтому вот здесь не надо горячиться, все устроится, все будет хорошо. Не сомневайтесь, только будьте с Богом. И Господь вам все воздаст, створится, если вы его поблагодарите. И Анна Златоуст очень хорошо отвечает. Если с тобой случилась какая-то беда, поблагодари Бога, и увидишь, как эта беда превратится в радость. Просто ясно. Пока мы ждем, может быть, еще кто-то нам позвонит, мы продолжим с вами говорить о смирении. Мы с вами уже таких два правила, то есть прощать всех, простить нам надо, чтобы смириться, не привязываться к этому миру. Что нам еще, какие нам правила, да, нужно себя как устроить, чтобы следовать за Господом? Но мы, вот вспомните образ Христа. Ведь Он все показал, что нам нужно. Конечно же, всех простить. Он на кресте просил за тех, кто Его распинали, прости им, Отче, ибо не ведают, что творят. Всякий человек, который нам приносит болезненные какие-то чувства, нехорошие, тяготы, он не ведает, что творит. Поверьте мне и Богу, поверьте. Это же все именно в Евангелии сказано. Это первое. Прощение. Второе. Господь был кроток. Когда Его били, плевали, хулили. Он даже ничего, и слова ничего не говорил. Ничего не говорил. Он был кротким и терпеливо все это переносил. Терпеливо. То есть, смотрите, прощение, кротость, терпение. И вот эти все ступенечки нас приводят к смирению. То есть, смирение – это высший добродетель, который стоит перед любовью. То есть, следующий шаг – это любовь. Это высшая ступенька в духовном, так сказать, совершенствовании человеческого естества. И здесь мы к этому смирению должны подходить вот этим путем. Терпением, кротостью, смирением. И если мы не имеем этого, то, значит, нам мешают какие-то страсти. Но есть на каждую добродетель есть противоположные страсти. И наоборот, на каждую страсть есть противоположный добродетель. Если мы раздражаемся, то есть спокойствие души. Мы должны пересилить себя, раздражение удержать и все-таки спокойно провести. Если мы сребролюбивы, то есть такие люди, которые имеют добродетель без сребреников. То есть, могут давать милостыню. И мы должны, чтобы свое сребролюбие побороть, давать милостыню. Я не говорю все отдать. Но что-то можно давать, и этим вы будете лечить свое сребролюбие. Если чревоугодники, то, значит, есть постники. Поститься надо. Тогда мы смиряем свое чрево. Мы его подчиняем духу, душе подчиняем. Есть гордость. Здесь мы смирением эту гордыню как раз и топчем. То есть, на нас что-то там говорят неправильно, нас, так сказать, оскорбляют. Гордость, естественно, сразу на дубы встает. А мы говорим, нет, а я не обращаю внимания. Я смиренно к этому, спокойно отношусь. Очень тяжело человек переносит, когда ему предпочитают кого-то другого. Вот это очень человек сильно задевает. Сама любви называется, да. Если я сам себя-то люблю, так и все должны меня любить. Как же? А тут вдруг выбирают кого-то другого. А тут вдруг, бац, и меня не любят. Как так? Это невозможно. Особенно, если это еще и с детства привито, так сказать, один ребенок в семье. И родители на него изливали все время любовь. И, так сказать, внушали ему, что он самый хороший, самый красивый, самый любимый. И вдруг этот человек, так, подготовленный родителями, в кавычках, в тепличных условиях, выходит в мир, а тут его никто не любит. А он привык, что его родители любили. Он в этой атмосфере жил всю жизнь. И тут, на тебе, как из теплицы на мороз минус 30 сразу растение, такое тепличное. Оно погибает, конечно. То есть мы должны все-таки сразу в себе воспитывать вот это вот отсутствие, то есть бороться с самолюбием. Понимаете, что нас любить-то особо не за что. Мы настолько немощны и греховны, что нас любит только Господь, знающий все это и сотворивший нас. Вот Он любит нас безгранично. Материнская любовь тоже великая сила, но и то она не у всех матерей присутствует. К сожалению, есть матери, которые бросают своих детей, не воспитывают и бьют, даже аборты убивают и прочее. И что только матери некоторые не делают. Это тоже грустно. Это тоже материнская любовь отсутствует. Поэтому Божья любовь, она всегда и везде нас должна поддерживать. Но о ней надо помнить просто, знать, что Господь нас нигде не оставит. Ни в каких обстоятельствах не предаст. Нигде не бросит и не оставит без помощи. Главное, чтобы мы были с Ним. Главное, чтобы мы о Нем помнили и через память о Нем и обращение к Нему вот этот контакт поддерживали. Потому что Господь настолько нас любит, что Он не может вломиться к нам в душу силою, так сказать, тирана. Он ждет, так же вот в Евангелии фразы, все стою и жду, стучу и жду, когда отворят. Так, Господь нам стучится в нашу душу, а мы должны его впустить. Как можно впустить того, о ком забыл? Да, Он стучит, Он нас напоминает, но мы забыли о Нем. Ну, что-то там стучит. А стучит Господь, как правило, через обстоятельства жизни? Через людей, через обстоятельства, через какие-то напоминания, через какие-то обращения, книги или каких-то знакомых внезапно позвонивших или сказавших что-то. А то мы, например, тут с Вами сидим. Через нашу передачу, безусловно. Тоже напоминает Господь. Мы всего лишь тоже такие же орудия в руках Божьих. И нам Господь так же вкладывает, что говорить. Иногда удивляешься, откуда вот то или иное слово, то или иная фраза возникли. Господь что-то нам дает. Как конкретно этому человеку, который сейчас сидит и слушает. Смотрит телепередачу, да. Еще такое важное качество, которое тоже хотелось бы обратить внимание, это послушание. Ведь мы непокорные, все, что нам скажут, мы любим, нет. И противоречим. А вот это очень важное качество. Это даже привычка такая. Я бы сказал, вот с многими на исповеди даже подходит человек. Казалось, подошел, он там с чем? С тем, чтобы очистить себя от грехов, чтобы какие-то наставления услышать, что-то такое. И вот он там перечислил свои грехи, ему начинаешь помогать, говоришь, ну вот этот грех, ну вот он явно из-за вот этого может произойти. Слышал, говорит, нет. Нет, этого нет. Ну как, ну не может быть гром без молнии, понимаете, или дым без огня. То же самое и здесь. Есть связь греховная, которая один грех тянет за собой другой грех. Не получается эту связь разорвать. Если есть дым, то есть какой-то огонь. И на исповеди пытаешься помочь человеку подсказать, говоришь, ну вот смотрите, вот если это есть, то должно быть и это. Посмотрите. Нет, нет, даже рассмотреть не хватит. То есть это привычная реакция. Но вы все равно говорите, потому что спустя какое-то время человек начинает вспоминать. Что-то такое, да. Начинает шевелиться в памяти. Послушаем, сынок. Конечно. Пожалуйста, говорите, мы слушаем вас. Добрый вечер, отец Евгений и Галина. Добрый вечер. Мне осталось, правда, до конца передачи «Мама». На такой вопрос скажите, можно ли научиться любить Господа? И понять, почувствовать, что я его люблю. Не только можно, а нужно. Это необходимо сделать, потому что, ну, если этого нет, вот, как вам кажется, сейчас нет, вот такой осознанной на любви к Богу, вы это на исповеди говорите. Господи, прости меня, что я тебя, не имею к тебе вот такой любви. И Господь, видя ваше покаяние, в том числе и в этом, Он вам воздаст. В том числе и любовь к Нему воздаст. Помните, что без Бога ничего доброго сделать не можем. В том числе и привить любовь к Богу мы тоже сами себе не можем. Мы даже понять не можем, как это. Святые отцы даже говорят, ну, как ты можешь полюбить Бога, который не видим, если ты не видишь даже людей ближних к тебе. Поэтому, чтобы обрести любовь к Богу, начните терпеливо относиться к окружающим вас людям. Начните их жалеть, любить. И, конечно, каяться в том, что нет любви истинной любви к ближнему, нет истинной любви к Богу. Тогда Господь, видя ваше старание, Он даст любовь к себе. И вы реально, действительно ощутите любовь к Богу. Это не какая-то, так сказать, не теория, какая-то такая и вот условное обозначение. Нет. Это действительно чувство, которое возникает в душе человека, любовь к Богу, которое необъяснимо. То есть, ну, невозможно объяснить это. Ну, наверное, одним из критерий является, да, то, что человек любит к Богу, это его стремление в храм. Потому что это дом Божий, человеку хочется пойти в храм. Это стремление ко всему, что присуще Господу. Это стремление помолиться. Ну, вот хочется поговорить с любимым человеком, да. Вот если там молодые люди друг друга любят, то они звонят там на дню, не знаю, десятки раз. Ну, это уже, наверное, для более совершенных, вот вы говорите, да. То есть, любовь к молитве появляется со временем, наверное. Со временем. Это уже осознанная любовь, да. Ты уже понимаешь, что любишь их, поэтому хочешь общаться. Есть неосознанная, вот тянет в храм, а почему тянет, не знаю. Ну, вот мне хорошо в храме, как-то вот я успокаиваюсь. Это тоже любовь к Богу и к Дому Божьему. И как это? Это неосознанная, но любовь уже у вас есть. Есть любовь к творению каких-то добрых дел. Ну, вот хочется мне пожертвовать там денежку тому или другому бедному человеку. Ну, хочется. Ну, так, чтобы никто не знал. Конечно, не на показ, не для тщеславия, не для гордости. А вот тут просто дать, чтобы никто не видел, не слышал. Я сам забыть стараюсь это. То есть, это тоже любовь к ближнему, а значит, любовь к Богу. То есть, вот этими маленькими шажками надо двигаться. И у вас любовь обязательно к Богу возгорится в душе. То есть, из этих искорок потом загорается такая лампадочка любви к Богу, которая горит уже потом не переставая. И главное, чтобы не допустить каких-то искушений, чтобы не задуло эту лампадочку искушением бесовским. Да, кроме того, когда человек, да, начинает жить по заповедям Божьим, и когда он что-то вот согрешает, и он это понимает, и вот это раскаяние, да, понимает, что ты оскорбил, любовь к Богу боишься потерять. Вот это... И здесь мы, да, вот такое понятие, вот опять же спрашивают, а как вот, что значит страх Божий? Вы же говорите, что он наш отец. Что, я его должен бояться, что ли? Нет, страх Божий подразумевает страх перед тем, чтобы оскорбить того, кого я люблю. Я не хочу оскорбить Бога своим непослушанием, своими грехами, своими каким-то неправильным поведением. Я оскорбляю того, кого люблю больше всех. Вот это страх, так сказать, ну, высшей степени. Хотя начинается страх именно того, что, ну, вот если я не сделаю, вот, вернее, сделаю вот этот вот нехороший поступок, то меня Господь накажет. Это первая ступенька, так сказать, рабская. Вообще в Евангелии три ступени восхождения. Это рабская, это сработничество, и это сыновня, любовь. Да, наше время уже к завершению длится. Полминутки. Ваше пожелание с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым. Ну, вот мы говорили о том, чтобы всем мы имели любовь к Богу и к ближнему, поэтому вам всем в наступающем Новом году желаю любви, конечно, от ваших ближних, любви вас к вашим ближним и неближним, и к Богу. И, конечно же, чтобы нарождающийся Христос покрыл вас своей благодатной милостью к вашим близким, к вам самим, и всегда вам помогал. Да, благодарим вас, что вы к нам весь год приезжали. Да, с Богом увидимся в следующем году. Ну, на сегодня это все. Мира, добра, радости, любви и милости Божьей всем нам. До свидания. До свидания.